привет друзья с вами юрий тик так мир очень рад вас приветствовать на нашем канале закончилось лето действительно отпуска каникулы в общем то не совсем было на самом деле до видеороликов все что выходило это предыдущие записи которые мы монтировали и чтобы вам не было скучно пытались размещать как часто это получалось конечно не очень но простите действительно время отпусков может быть и вам было тоже не до часов но все равно сложа руки мы не сидели и готовились собственно что выйдем после отпусков и покажем вам очень классные новинки вышли модели наконец-то sbdc 051 и 053 от сейка это долгожданные дайверы практически переиздание культовых дайверов 1950-х годов почему практически потому что переиздали в таком форме скажем таком формате модель sbdx 019 лимитка 2000 штук стоит как самолет хотел купить но на самом деле достать очень и очень было и сложно поэтому сегодня посмотрим на младших братьев синяя модель 053 sbdc и черная на стальном браслете модель 051 а также небольшое будет сравнение с моделькой сумо и с моделькой сегодня я думаю биться будет интересная неплохая давайте начинать первое что хотелось бы сказать это дизайн когда открыл коробку сказал вах наконец-то что-то у сейка новое действительно привыкли уже все к сумо за время сколько она существует уже наверно порядка пяти лет и чего-то нового на самом деле не было вот все вон тоже моделька достаточно старая популярная очень классная они мы подробнее поговорим обязательно сумма тоже обязательно поговорим в отдельном обзоре но чего-то нового каких-то новых дизайнов не было и сейка решила вернуться к старому и показала модели скажем так в духе старым но с новой начинкой во первых здесь механизм всем известный 6r15 запас хода 50 часов стоп секунды есть ручной авто подзавод насколько он точен промолчу потому что есть к нему вопросы к сожалению не у всех он точно ходит но можно настроить точность хода отремонтировать с этим проблем никаких не возникнет так вот стоит здесь 6r15 50 часов вам обеспечено минимум может дойти даже до 59 люми bright так называемая суперская подсветка точнее люминофор на сейка также здесь нанесен безель скорее всего друзья это краска нигде никакой информации о том что это может быть керамика я не нашел боковинка право вы видите такая практически полностью глянцевая левая то же самое браслет понравился мне очень браслет качественный красивый очень даже такой приличный смотрите сложенные звенья хорошая обработка хорошие грани мне он понравился приятный браслет в руки берешь и хочется его на руку одеть центральное звено оно немного такое матовая что ли сатинированная крайне тоже сатинированные не знаю видно вам нет это не бросается в глаза то есть легкий сатин совсем легкий застежка конечно же тоже летая сейчас я вам покажу открываем дайверская застежка все стандартно хорошая летая стальная застежка задняя крышка с фирменным логотипом непрозрачная со служебной информации закручивается заводная головка кстати тоже закручивается я вам покажу сколько здесь винтов по моим ощущениям их порядка пяти как я уже сказал модели 051 полностью стальной корпус и браслет в том числе покрытие диашиль модели 053 sbdc 053 корпус стальной то же самое покрытие диашиль но синий циферблат синий безель такой темнее чем сам циферблат кстати вы можете видеть кучу бликов в жизни они практически не видны стекло сапфировое на минуточку в дайверах сейка это редкость стекло сапфировое выпуклое опять же дань моде 50-х годов и она немного бликует на картинке но жизни очень все хорошо ремень каучук дайверский стандартный хороший мягкий с некоторой такой текстурой на внутреннем слое то же самое касается и другой стороны тренчик железный с логотипом сейка бакли также с логотипом сейка целом выглядит очень неплохо эти часы можно их пересадить на браслет отдельно браслет стоит порядка десяти тысяч рублей тот соседней модели и выглядеть будет что-то вот как-то вот так я думаю выглядеть будет хорошо если хватает денег считая нужно покупать и браслет для этой модели а для этой соответственно каучук давайте по размерам немного пробежимся на синий модели вам расскажу что диаметр стекла здесь составляет 33 с половиной миллиметра бель 42 и 8 десятых миллиметра заводной головкой 46 и 3 десятых миллиметра высота часов составляет 49 70 миллиметра толщина за счет выпуклого сапфира ну и конечно же дайверской серии 13 9 миллиметров и вес стальной версии это 190 грамм версии на кучуке порядка 140 грамм как я уже говорил дата на черной модели на белом фоне и на синий мы видим все то же самое тени циферблат очень красивый вы видите сейка автоматик проспикс и дайвер 200 метров написано исключительно краской ничего здесь накладного нет метки накладные и в них капнут люми bright это люм фирменная цейка светит красиво сейчас я вам покажу сами посмотрите безель односторонний поворотный вправо нет против часовой стрелки до можем послушать щелчки друзья размерах сказал на руки 17 сантиметров сидят хорошо я считаю такие дайверы повседневные кожуальные можно носить рекомендую теперь посмотрим на сравнение моделек значит предыдущих дайверов это сумма 033 sbdc и 051 смотрите габариты примерно одинаковые дизайн разный однозначно заводная головка даже в разном месте и в целом циферблат другой безель другой толщина побольше у сумма браслет лучше у новинки это действительно так не очень хороший браслет у сумма он хороший но по сравнению новой модели он не явно проигрывает даже просто звенья не попроще посмотрите сами все сделано попроще и застежка штамповка напомню что здесь новой модели у нас летая застежка задние крышки одинаковые даже наклеечки синие одинаковые все здесь одинаковое механизм одинаковые технические характеристики в целом одинаковые цена 60 тысяч японских иен и 100 тысяч японских иен напомню помимо нового браслета здесь еще сапфир дизайн другой и в целом наверное все в общем то все да некоторые деньги конечно берут непосредственно за дизайн все огонь часы очень хороший очень качественно давайте я вам покажу хотя бы поколинку до появления обзора смотрите какие здесь грани друзья это просто нет слов действительно замечательные часы замечательная обработка но браслет здесь как по мне то он попроще выглядит чем на новой модели новую модель однозначно зачет размеры примерно здесь все одинаковое толщина до примерно также одинаковая модель все здесь кстати минеральное стекло за счет титана стоит 120 тысяч японских иен и за счет обработки корпуса здесь опять же 100 тысяч японских иен это Это порядка 50 тысяч рублей, 54, смотря какой курс национальной валюты. И в долларах примерно, я так понимаю, около 9,100. Хорошая модель вышла, будем заканчивать. Часы действительно получились удачными. Синие и черные, выбирайте, что нравится. Часы синие стоят 44 тысяч рублей, черные 54. Синие немного дешевле, и за эту разницу вы можете себе купить браслет стальной, и останется у вас еще каучук. Каучук отдельно стоит порядка 3 тысяч рублей. Хорошие часы, однозначно, я буду рекомендовать. Отличный, кажуальный вариант, особенно на браслете, когда они будут. Есть водозащита, есть дизайн, он узнаваемый, это ретро, модно, интересно. По крайней мере, свежо, поскольку все новое, это примерно Rolex, и это уже надоело. Давайте носить хорошие часы, и эти Seiko, я думаю, хорошие часы. Всем спасибо за внимание, до новых встреч. Заглядывайте к нам в соцсети, отличного настроения, и носите хорошие часы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok